Всем привет, спасибо, что вы на канале, меня зовут Лиза, и в сегодняшнем видео мы с вами начинаем новый формат видео на моем канале, а все почему, потому что я очень долго хотела, соображала, скажем так, собиралась снять макияжные новости, и вот этот день настал. Я надеюсь, что вам понравится это видео, и этот формат вам тоже понравится, и он приживется на моем канале, и мы с вами периодически будем встречаться. Я надеюсь, что вам что-то понравится сегодня, возможно, вы для себя что-то узнаете сегодня интересное из этого видео, и мы, конечно же, с вами не будем затягивать, и давайте приступать. Во-первых, мне надо немножко подвинуться, потому что здесь вы будете видеть фотографии всего того, о чем мы говорим по ходу дела, смотрим то, что самое, наверное, будет, на мой взгляд, опять же, интересное, и самое такое горячее и свежее. Первое, с чего бы я предлагала нам с вами начать, это вот такой вот бренд Melt, который тоже в свое время очень был популярный. Мне кажется, сейчас они как-то становятся менее популярными, но, в общем, у них наконец-то вышла новая коллекция, которая называется Electric Collection. В этой коллекции, как мы уже можем видеть, будут вот такие вот странные штуки для губ, которые у нас напоминают нам привет 90-е, и, наверное, какие-то вот этими шиммерными помадами, которые еще оставляют в стейн на губах. Не знаю вообще, что это за чудище такое. И, конечно же, венец творения данной коллекции, это вот такая вот палетка, очень популярный формат выпуска палеток у бренда Melt. Я рада, что они вернулись именно к ним, пытались они там что-то в прошлом или когда-то в позапрошлом году выпустить какие-то другие рефилы, но что-то у них не пошла та коллекция. Ну, в общем-то, здесь вот такая вот разнообразная цветовая гамма у этой палетки. Меня она вообще не заинтересовала, но я понимаю, что, скорее всего, ее нормально купят, потому что давно Melt не выпускали, ничего такого яркого. Здесь у нас будут как матовые, так и металлики, так и шиммеры, и вроде как и дуахромые, но, к сожалению, пока что нет у нас сводчей, поэтому мы не можем оценивать вообще плотность и вообще цветовую гамму в полной мере у этой палетки. Но, тем не менее, старт продаж 20 апреля на их сайте, поэтому, если вам вдруг интересно, то welcome на их сайт. Теперь давайте с вами посмотрим что-нибудь из такого самого далекого, недосягаемого, труднодоступного для нас простых смертных, живущих не в Америке, а именно вот такой бренд Juvius Place. Тоже достаточно популярный и, в принципе, такой считающийся миддл-маркетом, бюджетным. У них вот такие вот вышли румяна в кремовый формате, не знаю, каких-то жидких помад. В общем, по 18 долларов каждая, они уже доступны на их сайте. Этот бренд славится тем, что у них достаточно широкая цветовая линейка во всех их продуктах, и не исключением стали вот эти кремовые румяна. Очень симпатично выглядят вот эти какие-то лиловые, фиолетовые оттенки румяна. Я бы, конечно, попробовала бы на себе их. Но, мне кажется, очень хороший, по крайней мере, на первый взгляд, выбор цветов, поэтому, если вам вдруг будет интересно, то, конечно же, обращайтесь к ним на сайт. Вот что меня, кстати, тоже также заинтересовало, это вот такой вот SPF от американского бренда Cosas, который выйдет у нас, когда 6 апреля будет доступен для покупки. Минеральный санскрин, который у нас обогащен керамидами и пептидами. Выглядит, кстати, если приблизить его на вот этой фотографии, то он выглядит, как будто бы в нем есть, как в сиси-кремах, такие маленькие шарики, которые потом лопаются в процессе его растирания. Поэтому, возможно, он будет как раз с таким же намеком. Но, мне кажется, интересно. Стоит он будет 40 долларов, что очень даже небюджетный. Стоит он будет на Сифоре, так что, если вам вдруг будет интересно, если вам вдруг был интересен этот бренд, то, конечно же, ждите 6 апреля. Кстати, интересная такая вот у них тут подборочка фотографий для вот этой промо-акции этого SPF. Да, в нем, кстати, 40, показатель 40, SPF не сказала. Интересно, почему-то фотографий нету, как этот SPF выглядит просто на голой коже без макияжа, но почему-то показали фотографии с макияжем. Ну, как бы, я не знаю, есть ли такие вообще SPF, которые херово выглядят с мейкапом, это, конечно, вопрос. Вот, что меня очень сильно всегда интересовало, это вот этот вот бренд, который называется Sol de Janeiro. Я очень много о нем наслышана, о их продуктах для тела, в основном они на них и специализируются. Это такая у них очень популярная линейка бам-бам-кримов. У них, в общем, выходили кремы для, скажем так, пятой точки, чтобы ее натирать, и она у вас блестела, сияла и была красивой. В общем, у них недавно вот такая вот была обновлена линейка, и вышла лимитированная коллекция и лимитированный вот этот самый крем, который у нас для тела, не только для попы для вашей. В общем-то, у них он обогащен скваланом, маслом моркови и витамином Е. Стоить это добро будет 48 долларов, тоже очень даже небюджетно. И что самое интересное в этом креме, это то, что у них очень вкусные, как правило, отдушки. Здесь у них вот будет какой-то warm cocoa scent. Блять, почему я говорю по-английски? Чего, блять? Кокос, теплый кокос, в общем, теплый песок. Туберозы, иланг-иланг, амра и, в общем-то, ваниль. Стоить это будет, как я уже сказала, 48 долларов, и доступен он будет 5 апреля на сайте бренда. Конечно, занюхнуть было бы его очень интересно, но я не представляю, что там может быть в этом креме. Мне, кстати, даже непонятно, сколько в нем грамм, потому что, ну, типа, 50 долларов за крем для тела, это, мне кажется, очень даже дорого. Следующий продукт, который меня тоже заинтересовал. Все почему? Потому что я очень сильно ведома на всякие драмы инстаграма. Недавняя драма между Селеной и Хейли, и вот Хейли выпускает... И, кстати, Селена тоже. Все это было неспроста. В общем, Селена и Хейли выпускают продукты, обе продукты для губ. Давайте начнем с Хейли. Хейли выпустила обновленный формат своего бальзама с пептидами для губ. В этот раз он будет у нее с маракуйей. Стоить это будет, сколько, 16 долларов. Я бы, кстати, попробовала какой-нибудь из ее средств, потому что, типа, сначала очень много людей его захейтили, весь этот бренд ее, Роуд, который называется. А потом я очень часто встречала на просторах Ютуба достаточно хорошие отзывы на их счет. Что касается Селенки, вот Селенка меня прям очень давно интересует. И я надеюсь, что я совсем скоро попробую что-нибудь от нее. В частности, у нее вышли вот такие вот Lip Oils, то есть масла для губ, которые с цветом. Мне очень сильно нравятся такие продукты, в том числе в прошлом году я попробовала вот этот вот oil, tint oil. Я не знаю, что это было. В общем, какое-то тоже средство тинтующее для губ от Fenty Beauty. Оно мне очень сильно понравилось. И я надеюсь, что скоро и мы с вами вместе попробуем Rare Beauty. Почему? Потому что совсем скоро у меня будет очень маленький, короткий, но все же отпуск. И там, я надеюсь, оторваться. Что касается у Селены, у нее будет сколько? Аж целых 9 оттенков новых вот этого вот масла. Каждый будет по 20 долларов. Надеюсь, что я его, конечно же, отхвачу. Из того, что меня очень сильно заинтересовало, но это было очень странно, это вот такая вот палетка вышла у бренда Morphe. Я вообще обалдела, когда я увидела новинки от Morphe, потому что, если вы вдруг не слышали, то в прошлом году, буквально под конец года, они себя объявили банкротами. И у них очень много закрылось магазинов по Америке и по всему миру, как я понимаю. Но продолжают они выпускать. И почему-то они стали выпускать палетки, как у бренда Too Faced. Палетка просто вообще один в один бренд Too Faced. Я не знаю, на что они рассчитывают, если у них там все так плохо, и они закрываются и банкротятся. Это что-то странное. Я уж не говорю про подбор цветов, потому что это что-то вообще на каком-то типа странном, потому что выглядит это очень избито, очень как-то не пигментированно и очень неинтересно. Клетка у них будет стоить по 22 доллара, и вот такой сет из пяти кисточек будет стоить 26 долларов. Не представляю, кому это нужно и зачем. Далее у нас тут, мне кажется, попахивает новой драмой и новым скандалом в чите Кардашьян Дженнер. Почему? Потому что стало известно о том, что у них выходит новый бьюти-бренд, но в этот раз он выходит ни у кого бы вы думали. Конечно же, у дочери Ким Кардашьян Норт. Они, в общем-то, запускают какую-то линейку косметики под ее именем, что ли. Я не знаю, что это вообще за безумие там у них творится. Видимо, все очень плохо и нужны деньги срочно, поэтому, в общем, был запущен вот такой вот слушок. В общем, не знаю, что будет с этим брендом, что это вообще такое. Может быть, это просто какой-то хайп. В общем, ждем и приготовили попкорн для этого события. Что у нас еще тут по семейству Кардашьян Дженнер? У Кайли выходит новый продукт для глаз. Вот такие вот жидкие тени, матовые жидкие тени. Кстати, очень интересный аппликатор. Он немножко похож на аппликатор, который был в новом консилере от KVD. По-моему, он выходил в прошлом году. Старт продаж вот этих вот продуктов 6 апреля. Я думаю, что это будет достаточно популярно. Если это будет хороший продукт, я надеюсь, что это будет хороший продукт. Также, кстати, у нее выходит или уже даже вышла новая тушь. Кайлэш Вольем Маскара. Не знаю, что там по цене, что про вот эти матовые тени, что про тушь. Но, в общем-то, будем ждать, что там у нас выпустит Кайли в этот раз. Надеюсь, что продукты будут неплохие. Рубрика «Основа странных палеток». В этот раз Byreda бренд снова выпустил палетку, где миллион одинаковых оттенков розового или какого-то, не знаю, слабо-коричневого. 18 оттенков в этой палетке с нейтральными, теплыми и холодными тонами. Я понятия не имею, где тут, что тут холодное вообще приплелось. Мне кажется, холодный цвет там в описании просто так до кучи докинули. Не знаю, что это будет за цена, но я думаю, что будет цена примерно до хера. Цвета вообще какие-то не вдохновляющие, не впечатляющие и, наверное, будет стоить просто каких-то конских денег. О, кстати, новый бренд, новый бренд со старыми дырками. Кстати говоря, бренд The Ordinary, от которого я буквально недавно отказалась в одном из моих прошлых видео, выпускает новый продукт. Мне кажется, у них очень давно не было новых продуктов. В этот раз они выпускают новую сыворотку, потому что они, что уж греха таить, ими популярны стали как раз-таки. В этот раз у них выходит сыворотка с алоэ и с NAG 2% Solution. В общем-то, продукт, подходящий для проблемной и кожи склонной к высыпаниям и акне. Что такое NAG? Это у нас N-Acetyl Glucosamine. Я так понимаю, что это, по-моему, тоже не ацинамид, только называется по-другому. Нет. Но я не уверена, я точно не знаю. Знаю только, что это будет стоить 14,5 долларов, и знаю только то, что я это пробовать не буду. Так, ну давайте еще парочку, наверное, каких-нибудь интересных продуктов разберем с вами Day, и, наверное, будем сворачиваться на сегодня, потому что это у нас первое видео в данном формате. Я надеюсь, что оно вам понравится. Вот, кстати, из интересного, что меня очень сильно заинтересовало, это вот такой вот бренд, которого я даже не знала до этого, называется он Vacation, и у них вышел мист с SPF 50. Я бы вообще просто купила бы, мне кажется, несколько банок сразу от этого продукта, потому что это настолько непопулярный формат выпуска SPF, хотя это очень логичный формат выпуска SPF, потому что я все чаще и чаще понимаю, что мне нет возможности поправлять SPF в течение дня, потому что он просто нанесен под макияжем, и как это делать, я вообще понятия не имею. Я знаю, что есть пудры с SPF, но вот, например, во Вьетнаме их нету, и я ни разу не видела, где бы ее можно было купить, а вот это, это просто, мне кажется, прекрасно. Я надеюсь, что он действующий, что в нем действительно SPF 50, а не какая-нибудь там параша налита в эту бутылку, плюс это мист. Стоить он будет 24 доллара, и он уже доступен, поэтому, если вдруг вы знакомы с таким брендом, то, мне кажется, есть смысл его попробовать. И последнее, что меня очень сильно заинтересовало, и мне прям интересно просто до жути, я бы попробовала бы в магазине, как минимум, как максимум бы купила. У Dyson вышла новая насадка, я не знаю, вышла она уже или нет, но, в общем, coming soon в апреле. И самое интересное, что это в Азии в апреле, то есть, скорее всего, она появится в наших магазинах во Вьетнаме, либо в Таиланде, куда я скоро поеду, ну, не знаю, будет ли она на тот момент там продаваться, но выглядит очень классно, я бы прям попробовала бы эту насадку. Я, конечно, не знаю, так и непонятно, что она делает. Написано просто, что она делает ваши волосы блестящими и сияющими, но на деле, я не знаю, я просто жертва маркетинга, мне очень нравится Dyson вот с этой вот именно крючковой насадкой, поэтому я бы очень сильно хотела попробовать именно вот эту насадку. Что ж, я надеюсь, что сегодняшнее видео для вас оказалось интересным и полезным. Если вам вдруг было интересно, конечно же, оставляйте свои комментарии, потому что это очень сильно важно для меня, для вас это бесплатно, а для меня это просто огромное счастье, когда вы со мной активничаете под постами, под моими телеграмными постами. Если вы еще не подписаны на телеграм, то, конечно же, отправляю вас туда. Ставьте лайки на это видео и вообще пишите, как вам такой формат видео. Если вам вдруг будет интересно и если от вас будет отклик, то я продолжу снимать макияжные новости вместе с вами, будем обсуждать это все дело. И, конечно же, я вам по традиции желаю прекрасного дня, утра, вечера и ночи. И пока-пока. Что это было? Пока-пока. И пока-пока. Пока-пока.